Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Ларисы Шлафаст. В начале выпуска коротко о главных темах. Генеральная перестройка Самары. Глава города поделился планами о судьбе исторического центра и окраин до и после чемпионата мира по футболу. Парк Воронежские озера в новом формате. Местные жители решают, каким ему быть. Концерты Владимира Высоцкого, Грушинский фестиваль, вечера джазовой музыки. Городской молодежный клуб отмечает юбилей. 431 день рождения. Какая программа ждет самарцев на день города? Самарская область становится мощным финансово-экономическим центром страны. Все больше крупных финансовых учреждений и корпораций стремятся переводить свои подразделения из Москвы в регионы. В их числе крупнейшие банки. Подробности в обзоре Олега Зверева. Из 17 регионов, которые претендовали на создание сервисного центра ВТБ-24, эксперты банка выбрали Самару. Сказалось, лидерство области по развитию коммуникации и высокий экономический потенциал, которому нужна инвестиционная поддержка. Новое подразделение будет обеспечивать целый ряд федеральных функций, приедут ведущие столичные специалисты. В торжественной обстановке сервисный центр открыли губернатор Николай Меркушкин и председатель правления банка Михаил Задорнов. У нас здесь будут работать айтишники, у нас тут вся практически бухгалтерская служба будет работать, ВТБ. У нас будут дальше разные федеральные функции передаваться сюда для решения разных вопросов. И, конечно, первый этап уже назван был 600 человек, высококвалифицированных рабочих, работающих точнее рабочих мест. Самару мы выбрали, потому что это не только большой город-миллионник, находящийся в самом таком важном центре, о чем сказал Николай Иванович, но это и очень квалифицированные кадры, это прекрасные вузы, на которые мы рассчитываем в дальнейшем своем развитии, и это, конечно, очень большая клиентская база. Когда центр заработает на полную силу, это обеспечит поступлению в бюджет порядка 2 миллиардов рублей налоговых отчислений в год. О том, что многие из федеральных структур и мировых корпораций стремятся перевести свои подразделения из Москвы в регионы, губернатор говорил в своем послании в декабре 2016 года. Самарская область оказалась фаворитом центробежного процесса. Тренд перевода компаний в регионы страны будет усиливаться, я в этом уверен. И нам надо этот тренд уловить и максимально использовать в интересах Самарской области. Москва перезаполнена, в общем-то, давно уже идет речь о том, что надо каким-то образом осуществлять децентрализацию. И то, что сюда приходят такие компании, нефтяные, крупные финансовые институты сюда приходят, это очень хорошо. Самара, с моей точки зрения, и по местоположению, и по обеспечению различного рода ресурсами, в том числе энергетикой, они очень, регион привлекательный. Так, например, руководство Почты России приняло решение создать макро-региональный центр «Волга-2» не в Москве, как планировалось изначально, а в Самаре. Он стал крупнейшим объединением в России. Компания «Лукоил» в свое инновационное предприятие «Ретек» также перевела в Самару. Шнайдер Электрик открыла в Самаре завод, крупнейший из тех, что работают в стране. А с 2015 года в регионе действует инжиниринговый центр для всей России и Восточной Европы. Строится завод по производству трансформаторов. Целый ряд стратегически важных подразделений перевел в Самару Сбербанк. В его новых структурах создано более 2000 рабочих мест. Теперь в регионе работает корпоративная служба мониторинга, колл-центр, поддержка партнеров и ипотечного кредитования. Сейчас можно уже уверенно сказать, что для Сбербанка Самара Самарская область стала запасной столицей. Почему? Потому что с 1 января у нас здесь уже открытый полномасштабно работает центр аккредитации застройщиков. Для всей страны, на территории города Самара аккредитовываются застройщики со всей страны. Мы подписали в прошлом году с вами соглашение о создании центра корпоративных решений. Сегодня в структурах банка в Самарской области работают 12 тысяч человек. Это важно как для кредитного учреждения, так и для региона, который получает социальные программы, налоги и рабочие места. Любой регион нуждается в финансовой подпитке, в поддержке. И получить может эту подпитку только тот субъект хозяйственный, который дает гарантии роста экономического. С этой точки зрения тренд, который сейчас имеет место в Самарской области и во всей России, он очень хорошо понят руководством области, губернатором и используется в интересах и во благо Самарской области. Переводить свои подразделения из Москвы в регионы сегодня выгодно многим компаниям. Они получают не только новые возможности для развития, но и фактически становятся ближе к потребителям своих услуг. И в первую очередь столичные предприятия выбирают те регионы, которые уже подтвердили, что могут становиться драйверами экономики страны. Олег Зверев, Марина Кравцова, События. Глава города Олег Фурсов встретился с представителями ведущих СМИ Самары. Основные темы – судьба исторического центра, ремонт площади Куйбышева и Струковского сада. Борьба с незаконным бизнесом и, конечно, затронули одну из самых злободневных проблем – состояние самарских дорог. Инга Пеннер записала тезисы. Южный мост дадут в эксплуатацию досрочно, уже к началу ноября, с новостью, которая, безусловно, обрадует всех автомобилистов и начинается встреча Олега Фурсова с журналистами. Тема пресловутых самарских дорог на пресс-конференции вообще одна из главных – наболела. Еще пять лет назад, подчеркивает глава Самары, на ремонт магистрали выделяли только 200 миллионов рублей. Сейчас же в 10 раз больше. Как следствие, выросло и число дорог, соответствующих нормативам – с 12% до 60%. Но на этом нельзя останавливаться, уверен мэр, ведь в городе хватает улиц, которые ждут своего часа, как та же Нововокзальная, например. Конечно, дорога безобразная, я там сам часто езжу, она кроме раздражения ничего не вызывает. И таких дорог очень много в Зубчининовке и в Советском районе. Власть от этого не отмахивается, безусловно. Я должен сказать, опять же, вот, говоря, огромное спасибо губернатору нашему, что все наши инициативы поддерживаются в этом плане. Если говорить о Кировском районе, то только в прошлом году там порядка 20 дорог было отремонтировано. Такого не было очень долгие годы. Мы приступили к проектированию, и работы завершены по перешейку 22-го портсъезда, перешейку, которая соединяет, значит, Новосадовую с Московским шоссе. Для решения дорожного вопроса городские власти привлекают и бизнес. Так, за счет инвесторов планируют построить продолжение Старозагора до улицы Санфировой и дорогу от проспекта Масленникова до Революционной и дальше до Врубеля. Проект уже готов и прошел экспертизу. Деньги частного капитала привлекают и для ремонта фасадов, чего раньше не было. 113 домов уже приведены в порядок за счет меценатов. Что же касается таких знаковых объектов для Самары, как площадь Куйбышева, в четвертую очередь набережная и Струковский сад, то все они будут сделаны досрочно, заверил Олег Фурсов. К концу года, а площадь Куйбышева избавится строительной пыли и вовсе уже к ноябрю. В рамках осмотров, скажем так, возникают замечания. В частности, в Струковском парке были замечания по крутизне дорожек. Общественность сделала нам предложение эти дорожки разрезать, разбив их ступенями. Мы пошли навстречу. В этом году, как никогда, мы привлекаем общественников к приемке работ. Иногда возникают совершенно удивительные вещи. Например, у нас есть самый длинный дом в городе, на улице Молодогвардейской, Шанхай так называемый. Жители ко мне обратились с просьбой восстановить фонтаны. Мы, так сказать, в архивах покопались, нашли все коммуникации, которые сгнили, восстановили их. Я думаю, что у нас появится еще один дополнительный фонтан. На мнение жителей опираются, когда речь идет о ремонте дворов. По федеральной программе комфортная городская среда до конца года приведут в порядок почти 200 дворов. Сам проект будет работать до 2020 года. И глава города обещает, что преобразования дойдут и до самых отдаленных уголков Самары. Власть, о которой вы сейчас говорили, она работает по всему городу. Нет каких-то любимчиков, скажем так. Есть, конечно, туристические маршруты, которые будут представлять лицо и города, и области, и страны. Но это не значит, что все остальные территории заброшены, и о них власть не помнит. Задача привести город в порядок. Но вы заселились в развалюху, вы за один год из этой развалюхи евроремонт там не проведете. Постепенно наводят порядок в сфере предпринимательства. В этом году в борьбе с нелегальной торговлей и рекламой вообще наметился коренной перелом, отмечает глава Самары. За три недели убрали 120 незаконных счетов. Доживает последние дни рынок на Авроре и Революционной. Вместо него здесь будет сквер. Ликвидировали по городу 168 киосков, причем только 16 за казенный счет. Демонтаж остальных из своего кармана оплатили сами коммерсанты, что работали на свой страх и риск. Но главное, уверен мэр, бизнес уже понимает, работать по старинке, когда на месте убранных ларьков и рекламных счетов появлялись спустя пару дней новые, уже не получится. Здесь есть политическая воля, есть люди, которые способны это сделать. Как вы помните, в прежние годы у нас выигрывали фирмы, которые сносили, через два дня эти же стенды восстанавливали. Вот с этим в настоящий момент покончено. Я могу вам достаточно официально сказать. Хотя мы сталкиваемся с очень серьезным сопротивлением, в том числе и с угрозами в адрес наших сотрудников. Но мы понимаем, как с этими угрозами нужно бороться. Еще одна важная тема, которая была затронута на встрече – судьба Старой Самары. Ей будет уделено особое внимание, обещает Олег Фурсов. Уже появилось такое понятие, как историческое ядро города. В границах от улиц Красноармейской и братьев Крастылевых до рек Самары и Волга. Предполагается, что этажность в этом районе строго ограничит, а облик новых домов на конкурсной основе будет утверждаться на городсовете. Такой практики в Самаре еще не было. А значит, у города впервые за многие годы появился шанс сохранить свое культурное наследие. Я вот живу там более 50 лет. В Самаре, в Куйбыши. Таких преобразований, которые идут последние 4 года, их никогда не было. Ни по объемам финансирования, ни по темпам, ни по масштабам. Мы должны это признать. Инга Пеннер, Василий Колдашов, Артем Сулайманов. События. 20 миллионов рублей в этом году запланировано в областном бюджете на поддержку местных инициатив. Предложения и замечания по работе муниципалитетов выслушали на совещании главы Самары с руководителями районов области. Предлагают разработать модельные правила благоустройства. Особое внимание уделить бесхозным территориям, незаконным свалкам и ужесточить административные наказания за нарушение правопорядка. При этом местные законопроекты должны соответствовать федеральным. На встрече предложили взять на вооружение опыт других регионов. Поэтому я еще хотел попросить вас в течение трех месяцев эти материалы посмотреть, обсудить. Может быть создать какие-то фокус-группы с участием общественников для того, чтобы мы в этой сфере выработали более конкретные предложения. Новый пляж может появиться в Самаре на Воронежских озерах. В промышленном районе началось общественное обсуждение комплексного благоустройства парка. Этот проект планируется включить в федеральную программу «Комфортная городская среда». Об этом накануне заявил глава Самары Олег Фурсов. Как преобразиться одно из самых живописных мест города, будет решаться вместе с жителями. Репортаж Алины Чемерес. Уникальный уголок живой природы в большом городе. Парк Воронежские озера постепенно преображается. Власти Самары разработали проект комплексного благоустройства этой территории. Чтобы сохранить уникальную экосистему, запланировано пробурить новую скважину для подпитки озер. Жители говорят о необходимости почистить дно, водоемы – главная ценность парка. Но комфорт тоже важен, чтобы решить, как будет выглядеть обновленный парк. Проект обсуждают вместе с жителями. Хотелось бы, чтобы было побольше для детей, для взрослых. У нас очень много пенсионного возраста гуляет в парке. Чтобы как-нибудь сели, отдохнули. И самое главное, чтобы почистили озера и чтобы были очень красивые наши озера остались. Вот это я хочу больше всего, чтобы были озера сохранены. По проекту в парке планируется отремонтировать асфальтовые дорожки, установить 70 дополнительных световых опор. Власти предлагают высадить новые аллеи, оборудовать современную спортивную площадку, отреставрировать скейт-парк, установить сцену и бесплатные общественные туалеты. Сегодня Воронежские озера – один из трех крупных парков в промышленном районе и любимое место отдыха жителей. Благоустройство этого живописного места люди ждали давно. Будет много посаженных деревьев. Для того, чтобы улучшить экологическую обстановку, потом огромную работу парк будет проводить по модернизации трех озер. Эти озера будут цивильно выглядеть, так будем говорить. Даже одно озеро будет иметь свой пляж. Планируется, что обновление парка Воронежские озера начнется весной следующего года. Будущее Самары в их руках. Горожане все активнее контролируют изменения областной столицы. На заседании общественной палаты решили – проверки работ по благоустройству улиц и дорог вместе с общественниками должны проходить чаще. Что будет на особом контроле, знает Андрей Горгуленко. С появлением приоритетных проектов самарцы стали больше участвовать в судьбе своего города. Общественные советы микрорайонов активно контролируют работы по благоустройству дворов, дорог и общественных пространств. В Самаре сейчас время масштабных преобразований и подобный контроль со стороны жителей необходим. В городской общественной палате решили создать рабочие группы, чтобы вместе с общественными советами микрорайонов, депутатами и представителями городских департаментов выезжать на объекты, оценивать ход работ. Рабочая группа совместно с представителями департаментов, курирующих это направление, с приглашением созданных новых микрорайонов, управляющих, будут выезжать на тот или иной объект и смотреть, как процесс с самого начала, с проектирования и до его завершения организованно проходил. Особое внимание жителей будет приковано к благоустройству дворов и ремонту дорог. Будь то обычный двор или старейший парк города, горожане не только выбирают и разрабатывают проекты благоустройства, но и вместе с экспертами смогут контролировать качество работы и участвовать в приемке. По обоим проектам сейчас набраны хорошие темпы и непременным участием в реализации и того и другого является активное участие общественности в приемке работы, в контроле работ на всех ее этапах. Всего в этом году по программе «Комфортная городская среда» в Самаре в порядок приведут 196 дворов, а также и конструируют три общественные зоны – Струковский сад, четвертую очередь набережная и площадь Куйбышева. А по проекту «Безопасные и качественные дороги», который будет действовать до 2025 года, планируется отремонтировать около 50 тысяч километров автодорог федерального, регионального и местного значения. Таким образом, в регионе доля дорог, которые будут соответствовать всем нормам, составит 85%. Андрей Горгуленко, Григорий Плешаков, События. Самара вступила в завершающий этап подготовки к зиме. Эта тема стала одной из главных на совещании в городской администрации. Подводят итоги сезона и дорожники. Большая ремонтная кампания тоже завершается. Олег Зверев подробнее. Отопительный сезон в Самаре начнется в штатном режиме. Сегодня работы вышли на финишную прямую. Город к зиме практически готов. Для успешного пуска тепла в квартиры и на социальные объекты подготовлено больше тысячи километров тепловых сетей. 285 центральных пунктов, 103 котельные. Такие данные были озвучены на сегодняшнем совещании в городской администрации. До середины ноября Самара получит паспорт готовности к зиме. Однако городские службы должны быть начеку. Прошлогодний опыт показал, что холода могут наступить в любой момент. Ну и, коллеги, расслабляться нельзя. Значит, предыдущий сентябрь, годовой давности, он показал, что похолодание может быть досрочным, скажем так. Поэтому, конечно, вот то, что было обнаружено в субботу-воскресенье о неработающих бригадах на участках, значит, этого быть не должно. Значит, контролируйте. Значит, это обязательно нужно все довести дома. Максимально хорошую погоду исполнить. Успешно завершается и дорожно-строительный сезон. За лето привели в порядок важнейшие улицы, в том числе в рамках подготовки к Чемпионату мира по футболу. Приемка работ проходит повсеместно с участием представителей общественности. Глава города поручил особое внимание уделять состоянию газонов, чтобы строители вовремя убирали за собой мусор. А там, где обустройство зеленой полосы входит в план комплексного ремонта, важно, чтобы их состояние отвечало нормативным требованиям. И уже завтра изменится схема движения автобусов. Они пойдут по отремонтированной улице Дебенко на участке от Авроры до Советской Армии. Там, где раньше общественного транспорта не было никогда. Это вопрос газона, это вопрос знаки, это вопрос разметки, это вопрос, где необходима установка светофоров. У нас, Олег Борисович, для информации по Дебенко завтрашнего утра мы поехали на общественное движение, два маршрута открываем в данной ситуации. Завтрашнего дня едем с утра по измененному маршруту, это вот то, что было обещано и губернатором, и вами по улице Дебенко. На улицу Дебенко переносится движение автобусов номер 35 и 45, которые до этого выходили по улице Антонова-Овсеенко. Олег Зверев, Артем Сулайманов, События. По улице Дебенко пустили общественный транспорт, сразу два автобусных маршрута. Перед этим там провели комплексный ремонт, переложили дорожное покрытие, обустроили тротуары и пешеходные переходы. Пока общественный транспорт ходит в тестовом режиме, пользуются ли маршруты популярностью, узнала Олеся Корецкая. Автобус, который ждали. Сразу два городских маршрута изменили и пустили по улице Дебенко. Движение здесь активное. На участке от улицы Советской Армии до Авроры расположен крупный торговый центр и несколько жилых микрорайонов. Как только завершился комплексный ремонт улицы, общественному транспорту дали зеленый свет. Мы выбрали маршруты, которые у нас муниципальные проходят по улице Антонова-Овсеенко, потому что в принципе там происходит дублирование разными видами общественного транспорта. Если у нас по улице Антонова-Овсеенко ходит и большое количество трамвайных маршрутов, ходят троллейбусные маршруты и есть автобусные. Через обновленный участок пошли два маршрута. Автобус номер 35 от НФС до Дома молодежи и номер 45 от Красной Глинки до автостанции «Аврора». Интервал движения от 15 до 25 минут. На участке в полтора километра установили по четыре остановочных павильона с каждой стороны. На улице Ивана Булкина, возле торгового центра, на Карбышево и Советской Армии. Я рада, хоть построили сейчас вот дорогу, тротуар, но очень бы хотелось, чтобы появился у нас автобусный маршрут. Так он появился, вот два, пустили тут автобусы. И? И вот уже ездят 35-й, 45-й. Прекрасно! Замечательно! Теперь я буду знать и буду ездить. Пока автобусы курсируют в тестовом режиме. Через два месяца специалисты проанализируют трафик и по результатам решат, нужно ли оставить два маршрута или же достаточно одного. Олеся Корецкая, Артем Сулайманов, События. Концерты Владимира Высоцкого, Грушинский фестиваль, Вечера джазовой музыки. Этим Самара обязана городскому молодежному клубу. Общественной организации исполнилось 55 лет. В юбилей ГМК-62 его активистов поздравила Алина Чемерес. До торжества еще час, а у зданий филармонии уже собираются те, благодаря кому более полувека назад городской молодежный клуб стал флагманом культурной жизни Куйбышева. Ольге Целебровской в то время было чуть больше 20. Будучи студенткой мединститута, она вступила в клуб самодеятельной песни. Походы, творчество, посиделки у костра – это говорит на всю жизнь. Я считаю, что мне крупно повезло в жизни, и это была первая удача, то, что я попала в клуб самодеятельной песни. Это такой непередаваемый дух, это такая общность интересов, это такая дружба. Вот мы до сих пор встречаемся. Ребята со струковских лавочек, чьи умы бурлили идеями. Именно там, на встречах в саду в годы оттепели и было положено начало легендарному ГМК-62. Молодые энтузиасты организовали в закрытом тогда городе концерты Владимира Высоцкого, стояли у истоков создания Грушинского фестиваля. В день 55-летия городского молодежного клуба его активистов и основателей поименно вызывают на сцену. Благодаря Валентине Вороновый город в начале 60-х увидел работы молодых художников и фотографов. Творческие решения порой были слишком дерзкими для советских нравов. В закрытом городе, который был тогда Куйбышев, мало того, что выставки такие были, у нас выставлялись даже, ну, за которые нам иногда летало, вот, обнаженные, то есть. Это был не просто глоток свежего воздуха, а это был такой порыв, такой, можно сказать, шторм, что он воплощал наши идеи, а идеи у нас было масса. Врачи, общественники, политики, они и сегодня полны творческих сил. В день юбилея клуба, который стал уникальным явлением для всей страны, активисты ГМК-62 получают награды из рук главы Самары Олега Фурсова. Вся та молодежь, которая увлекалась в деятельность ГМК, имела блестящие перспективы, и они позднее были реализованы. Какие характери раковались в то время? Эти характери оказывали и продолжают оказывать влияние на развитие нашего города. Поэтому мы с большим удовольствием поддержали инициативы ваши по открытию мемориальной доски, по проведению выставки, по организацию сегодняшнего мероприятия. Творческие традиции, которые более полувека назад заложили активисты ГМК «Живые сегодня», в Самаре до сих пор проводятся фестивали джазовой музыки, проходит конкурс имени Дмитрия Кабалевского. Алина Чемерис, Василий Калдашов, События. 431 день рождения в воскресенье отмечает Самара. День города пройдет во всех районах. Главное торжество развернется на набережной. Марьяна Мирная расскажет подробнее. Во 2 воскресенье сентября самарцев ждет долгожданное событие – День города. 431 год исполняется любимой Самаре. Празднование развернутся 10 сентября с 12 часов на второй очереди набережной от бассейна ЦСК ВВС до Первомайского спуска. Гостей и жителей ждут уже знакомые творческие коллективы. Кроме того, в этом году вооруженные силы представят не только выставку современного оружия. В небо над Волгой поднимутся самолеты и вертолеты, а в Волжской акватории пройдет парад судов ЦСК ВВС и МЧС России. В преддверии чемпионата мира по футболу возле бассейна будет работать программа «Самара спортивная». С 12 часов начнется регистрация супер-турнира по настольному футболу. Для участия в нем мы приглашаем всех желающих без возрастных ограничений. Ограничение здесь только одно – по росту игрока. Он должен быть не меньше, чем 130 сантиметров. Начало турнира в 15.00, и победитель этого супер-турнира получает футбольный мяч с автографами игроков клуба «Крылья Советов». Интересной для молодежи будет площадка «Молодая сцена» на безымянном спуске. Здесь пройдет КВН-марафон студенческих и школьных команд движения «Самарский КВН». Отдыхающих ждут танцевальные и вокальные баталии и другие сюрпризы, о которых организаторы пока не рассказывают. Там чудеса будут просто происходить, поверьте. Конкурсы, призы, подарки дети будут рисовать где угодно. На газоне, с позволения администрации, на асфальте, на различных стендах будут организованы различные арт-зоны, где можно будет на фоне города записать интервью, и оно тут же будет транслироваться на экран. Всем, кто решит посетить праздник, следует помнить, что движение будет ограничено. С 9 до 23 часов личный автотранспорт не будут пускать по Волжскому проспекту, от улицы Полевой до бассейна ЦСКА ВВС. Для входа на набережную будет выставлено 5 контрольно-пропускных пунктов. После насыщенного дня с 9 часов вечера Самару с днем города поздравит популярная российская группа «Дискотека-авария». Завершится праздник традиционным салютом в 22.00. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов. События. На этом наш выпуск завершен. Отличного вам настроения, хороших выходных, до встречи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!